Вот это пошло, стало вниз. Уникальное оборудование для диагностики рака. ПЭТ-КТ-томограф пока единственный в нашем регионе. Он позволяет применить метод инновационной медицины. Перед исследованием пациентам вводится радиоактивный препарат, который накапливается в мете злокачественной опухоли. Затем раковые клетки выявляют при помощи сканера. Приведение лекарственных препаратов в организм, оно определяет конкретные точки, где есть очаги метастаза, где есть распространение отологического процесса. Он позволяет оценить эффективность химиотерапии, лучевой терапии и, соответственно, оперативного лечения онкологически больных. По сравнению с обычной томографией, метод, который применяют в центре, более точный. Он позволяет выявить новообразование на ранней стадии. После того, как центр начнет работать, препараты для исследования будут привозить из Москвы на специальной машине. Дозу подбирают индивидуально для каждого пациента. Она приходит в таком транспортном контейнере, внутри которого стоит защитный контейнер. Такой, внутри которого ангела. Я вам это продемонстрирую. В данном случае она без активности. То есть выглядит активностью. После проверки на излучение медикамент отправляют на фасовку. Чтобы не получить дозу радиации, медицинская сестра набирает препарат через свинцовый защитный экран. Препарат называется фтор-дезоксиглюкоза. Это ультракороткоживущий изотоп. Его период полураспада 109,8 минуты. То есть мы создаем на производственной площадке высокую активность и довозим ее порядка в сколько тут? Часа три, наверное, в среднем. Ну, два с половиной часа. Ядерный центр открыли на базе областной клинической больницы. Он стал 25-м в федеральной сети центров диагностики и лечения рака. Проект создан на частные средства при поддержке администрации области. Пройти процедуру жители региона смогут бесплатно по полюсу ОМС. Центр уже получил заказ на полторы тысячи таких исследований. Это серьезный шаг со стороны частной компании для выполнения задач, поставленных президентом России по качеству медицинской помощи, которая оказывается на территории Российской Федерации. На создание центра было потрачено более 200 миллионов рублей. Возможности организации позволяют проводить диагностику 5000 пациентов в год. Татьяна Гордеева, Егор Герасимов, Губерния, 33.